Всем привет! Перед началом видео я бы хотел напомнить, что у меня есть второй канал, на котором я занимаюсь созданием роликов на темы, никак не связанные с фоллаутом. Если вам интересно то, что я делаю, то прошу пройти по ссылке в описании. А теперь перейдем к видео! Death Trash — это инди-игра от студии Crafting Legends, которые пытаются вернуть дух старой школы ролевых игр, при этом совместив его с экшеновой боевкой и пиксель-арт-стилем. Ключ на игру мне прислали в конце июля, попросили поиграть, и если понравится, то, может быть, сделать какое-нибудь видео. Я поиграл, мне понравилось, и сейчас я хочу рассказать, почему фанатам Фоллаут стоит поиграть в эту сумасшедшую игру о постапокалипсисе, гное и рвоте. Приятного просмотра! Описать безумие мира Death Trash очень сложно. Представьте себе вселенную, где произошел апокалипсис, и теперь в мире, где сводят концы с концами жителей планеты, соседствуют космические ужасы из книг Говарда Лавкрафта, рейдеры с дробовиками, а также киберпанк-андроиды, барыжащие различными имплантами. С одной стороны, все это может показаться какой-то мешаниной, но при этом в игре все подано лаконично и уместно. Человечество смогло достичь дальних рубежей космоса и поселилось на планете Нексус. На этой планете есть какая-то древняя тайна, все вокруг в странных камнях и плоти, которая будто бы прорастает из глубин планеты. В какой-то момент происходит что-то ужасное, и все цивилизованные жители прячутся в подземных убежищах, а на пустошах правят рейдеры, роботы и другая дичь. Мы просыпаемся в неком бункере, где перед выходом на поверхность нас тренируют какие-то андроиды. Судя по всему, в этом мире перед апокалипсисом человечество создало этих железных упырей для помощи, а теперь роботы стали по сути няньками выживших жителей планеты. Главный герой при этом страдает от какой-то странной болезни, и главной задачей для него, по крайней мере на начало игры, станет поиск возможности излечиться. Для этого он направляется на поиски врача в ближайшее поселение людей. Death Trash — это ролевая экшн-игра в открытом мире. Главный герой получает уровни, прокачивается, находит экипировку, может ставить импланты и прокачивать свое оружие. В общем, все то, что любим мы, поклонники Fallout'а. Кроме того, в игре присутствует кооператив, но исключительно локальный на одном экране. К сожалению, мне затестить его было не с кем, а потому, как он будет отыгрываться, я не в курсе. Но за эти годы у нас есть несколько образцов ролевых игр, в которых реализовано кооперативное прохождение. И если для вас это критично, ранний доступ у игры открылся прямо сейчас, в момент выхода этого ролика. Можете затестить. Что касается боевой системы, то здесь все довольно просто. Никакой пошаговости. У главного героя есть оружие ближнего боя и дальнего. Зажимая правую кнопку мышки, вы прицеливаетесь, на левую стреляете. Не зажимая прицел, главный герой просто шибанет противника тем, что находится у него в слоте для ближнего боя. Перемещение довольно приятное, шустрое, есть у вороты. И сражаться с уродами на местных поросших биомассой пустошах довольно весело. Кстати, о биомассе. Никто в мире игры особо не в курсе, откуда все это взялось. За мое прохождение я встретил ровно одного персонажа, который пытается разобраться в происходящем и изучает все эти коросты. Но, я так понял, главный герой каким-то образом с этой тайной будет связан. Спойлерить не буду, но интригу оставлю. Кстати, отрывая от этих наростов куски мяса, главный герой с огромным аппетитом может их сожрать, что восполняет жизни. Так что, они даже полезны. Омерзительных моментов в игре, насколько вы поняли, предостаточно. Например, местные андроиды работают исключительно от органики. На пустошах я встретил убитого робота, и чтобы перезапустить его, я сначала блеванул себе под ноги, а затем загрузил свою рвоту в бедолагу. Он поблагодарил меня за спасение своей жизни, а потом попросил оторвать ему голову и носить с собой, потому что он хочет путешествовать и знакомиться с людьми. В итоге, у нас появляется летающая рядом голова, которую можно вызвать из инвентаря и пообщаться. Путешествие по открытому миру сделано прямо как в классических играх серии Fallout. Большая карта, по ней идет точечка и входит на локации. На этой карте может произойти и рандом-энкаунтеры, и кто-то может просто напасть на главного героя. В общем, все как в Фолочи. Как вы уже поняли, игра действительно похожа на то, во что мы любили играть в конце 90-х. Интересная боевая система, лут, прокачка, изометрия, тонны текста, уникальный мир, а также наше любимое. Можно убить всех или пройти игру не убив вообще никого. В игре даже стелс-система есть. В общем, не знаю сколько Death Trash был в разработке, но по всей видимости, долго. Впервые о проекте я узнал на прошедшей E3 2021, где на одной из презентаций, кажется это было PC Gaming Show, показывали трейлер. И конечно же в том потоке игр, когда нас просто завалили инди-проектами, было сложно уследить за всем. И опять же, спасибо самим разработчикам за предоставленную игру. Ну а теперь, что касается минусов. Субъективные вещи в духе «мне нравится атмосфера» или «стилистика» я не буду. Все же тут каждому свое, и вы видите визуал на своих экранах. Если он вас оттолкнет сразу, то я думаю начинать не стоит, хотя я бы на вашем месте все же дал игре шанс. Но не суть. Действительно важных минусов для меня на данный момент всего лишь два. Первый – ранний доступ. Я так устал от игр, которые выходят не сразу или выходят по частям. За последнее время вышел десяток проектов, которые на самом деле это и не вышли нифига. Какой-нибудь ProDeus. Чудесный шутер от первого лица, в котором мне нравится абсолютно все, но разработчики еще не закончили игру. Выходит Graven, но и он не закончен. Даже шутан в духе первого Quake в Roth. И тот до сих пор в раннем доступе. Хочется играть в полноценную игру, в версию, так сказать, 1.0, чтобы можно было пройти от пролога до эпилога. Но по всей видимости выход полной версии Death's Trash состоится даже не в этом году, и лично я проходить до конца буду только после полноценного релиза. И тут же второй важный минус. Может быть не для меня, но точно для моей аудитории, да и русскоязычной аудитории в целом. Отсутствие русской версии игры. На момент записи этого видео в игре есть английский и немецкий языки. И разработчиков можно понять. Будучи независимыми создателями, да к тому же довольно крупной ролевой игры, найти людей и финансы на перевод это сложно. Классно, что есть хотя бы английская локализация, но для конечного потребителя в лице СНГ игрока это вообще ничего не значит. Очень надеюсь, что чем дальше по раннему доступу будет идти игра, тем больше локализаций в нее будет добавлено, в том числе и русская. А все потому, что мне действительно игра понравилась. Я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей в нее поиграли. Если вас хоть сколько-нибудь привлекло то, что я рассказывал и показывал, то прошу вас обратить внимание на проект. Он действительно сделан довольно неплохо и с душой. В 2021 году мы оказались на том пути развития игровой индустрии, когда игр стало просто гигантское количество. У нас стало очень много устройств для их запуска, путей распространения. Жанры, сформировавшиеся в начале нулевых, стали перемешиваться между собой, а возможности для разработки игры даже одним человеком стали доступнее. На этом фоне так называемая ААА-разработка за сотни миллионов долларов начала целиться в самую широкую аудиторию, а инди-разработка напротив пытается целиться в нишевые вещи. Нас же, любителей серии Fallout, конечно, в первую очередь интересуют успехи ролевого жанра. Несмотря на то, что Fallout в какой-то момент превратился совсем уж в шутер от первого и третьего лица, лишь с элементами ролевого отыгрыша, фанаты любят серию не за это. Но такова уж ситуация на рынке. Даже студии, которые, казалось бы, для всех запомнились как лучшие создатели RPG, и те идут по пути экшенов с элементами. И очень радует, что не особо популярные жанры, вроде классических ролевых игр или моих любимых иммерсивных симуляторов, нашли себя в инди-секторе, а разработчики этих проектов, когда станут покрупнее, смогут даже в какой-нибудь AA. Желаю успехов разработчикам Deathrash, а вас призываю поддерживать хороших инди-разработчиков. На данный момент, пожалуй, нет более душевных людей в нашей дорогой индустрии. Играйте в хорошие игры. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok